Ребята, всем привет! Сегодня будем рассказывать без лишней воды все про Kia Sportage. Купил ее в 2017 году, в июне месяце, и на сегодняшний день здесь пробег уже 280 тысяч с чем-то, почти 300 тысяч. Почему я так назвал пробег 300 тысяч, если вы увидели, написано на превьюшке данного видео, ну просто чтобы округлить. Но здесь осталось около десятки до 300 тысяч, и мне не терпится вам рассказать, на какие проблемы я попадал, что я делал, потому что поменено здесь очень много, плюс перебрали движок. Ребята, я напоминаю, на нашем канале проходит конкурс за самого активного подписчика. Пиши самый креативный, интересный комментарий и получишь 1000 рублей от меня. Поехали! Итак, ребята, на сегодняшний день я сейчас покажу точно, какой километраж мы проехали. Вот, 287 тысяч 559 километров. Это очень много с 2017 года. И начнем немного по салону. Смотрите, как износился у меня чехлы. Смотрите, вот здесь протерлось все от спины. Вот здесь вот супругу попросил, она уже вставила такую вставочку, как бы заплаточку. Вот здесь все от жопы протерлось. Вот, все остальные чехлы нормально, потому что так пассажиров вожу мало. Вот, остальное все, в принципе, в идеале, как новое, как после покупки. Здесь нареканий никаких нет. Карточка моя эта вставлена. До сих пор уже вся сломана, обгрызана. Это для того, чтобы, когда включаешь музыку погромче, не трещали вот эти вот кнопки. Вот, по салону что еще? Ну, что здесь сказать? В принципе, никаких ни сверчков, ни паучков, ничего нету, не появилось. Единственное, как пластик был плохой, он, конечно, лучше не станет. Весь в царапинах. Ну, здесь само собой. Вот здесь вот я вам, ребят, советую сразу защищать какой-нибудь пленкой. Хотя на такой пластик очень тяжело пленку наложить. Вот. Значит, по багажнику. По багажнику, как я уже в предыдущих видео говорил, очень слабые, очень слабые вот эти обшивки боковые. Макс, знакомый с Пензой, обшил их сразу все карпетом, все аккуратненько. И вам советую, как если купили новую машину, вот здесь вот, все вот это обшить карпетом. И вот эту зону погрузки тоже обшить карпетом. Так, кто не знает, да, установлено ГБО. Поэтому здесь у меня докатка лежит, а ГБО, баллон, вон там, в багажнике. Так, значит, ну и что. В принципе, тоже здесь все вот расцарапано. Но это кто как будет эксплуатировать. Я эту машину эксплуатирую как и грузовую, и, я не знаю, и под себя, и что мы только на ней не возили. Очень много проехали. Вот смотрите, значит, была покрашена, покрашена крышка багажника. Потому что ни с того ни с того начала просто ржаветь. И через год после покраски опять, вот смотрите, вот-вот-вот, все ржавеет. Сейчас весной вот катаюсь и буду опять красить. Маляр, кстати, хорошее дело не в маляре. Не в маляре. Васек нормальный маляр. Просто дело в том, что, не знаю, болезнь какая-то. У кого так, пишите тоже в комментариях. Так, поехали дальше по кузовщине. Я всегда грешил на то, что, как бы, самое главное защитить антигравийной пленкой, это морду у машины. Вот, но оказалось, не совсем все так. Морду тоже надо защищать. А по большой части на этом автомобиле надо защитить именно бампер. Вот бампер, если присмотреться на него, на нем больше всего сколов. Вот кто увидит, вот, вот все в сколах и царапинах. Вот, а капот, капот, на капоте, в принципе, ни одного скола. У меня, а, вот один скол. У меня была здесь пленка два года. Такая бюджетная. После двух лет она просто помутнела. Я ее отклеил. Вот, и сейчас уже там порядка двух лет тоже езди без пленки. Посмотрите, сколов нет. Вот на этом ребре, на котором, казалось бы, должны быть сколы, да, камешки прилетать, их нет, потому что, наверное, вот на нашем автомобиле, посмотрите, как скошено. И основная масса, наверное, прилетает в бампер все-таки. Вот, ну вот пробег. Смотрите, 300 тысяч. Капот в идеале. Вот он, один скол есть, еще раз покажу, где он. Так, где он есть, вот он. Ну, такое ощущение, что это не пескоструй. Это, я не знаю, что упало, может, что-нибудь. А может и пескоструй. Так, фары вот в таком состоянии. Снутри они запотели. Это при, наверное, пробеге еще 10 тысяч, когда была новая машина. Вот так вот они запотели, вот с одной стороны и с другой. Вот какое-то запотевание. Вот. По большой части сильно они не отпескоструялись, полировать их не надо. Ну, так. Ну, можно, конечно, полирнуть. Но я бы не сказал, что прям капец фарам. Так, установлен ксенон с интегрированными блоками рожига в крышке, который закрывает фару. Ксенон обалденный. Кому нужно, кто хочет приобрести такой ксенон, обращаться по ссылке внизу к Артему. Оставлю ссылку. Так, значит, установлен уже третий комплект зимней резины. В этом году у меня Бриджстон. Бриджстон. Айс Крузер 7000С. Вот с таким рисунком. Потому что до этого был Донлоп. Перед Донлопом еще какой-то. Значит, какая-то резина. И мне очень не понравилось тем, что шипы быстро вылетают. Значит, по советам знакомых и подписчиков и друзей. Посоветовали все Бриджстону. Сейчас будем кататься. Прикатал шипы правильно. Кто, кстати, не знает, как правильно прикатывать. Надо первые, не знаю, тысячу километров ездить не больше 60 км в час. Вот я создавал пробки. Катался 60-70. Вот. Любаша, привет. Иди ее посадим. Передавай привет подписчикам. Так, что еще вам рассказать. Заменил лобовое стекло. Заменил лобовое стекло. Поставил фирмы КМК. Наша русская Боровская стекло. Мне очень нравится. Мы работаем такими стеклами. Вот. Вышла вся работа. Мне 7 тысяч рублей. Меняли сами. Вот. Стекло идеальное. На том стекле было 3-4 сколы и трещина уже пошла. То есть уже ездить нельзя было. И я перед проходом, перед тем, как пройти техосмотр, заменил стекло. Вот. Ну, что еще по ЛКП. Вот смотрите. Морда не так страдает, как бока. Если присмотреться, то вся бочина и левая, и правая вся расцарапана. Вся, смотрите. Вся. Просто. Я советую. Но это дело не в машине. Это просто, ну, любая машина так, наверное, расцарапается. Я советую устанавливать антигравийную пленку на двери, на крылья. Потому что, особенно, кто там активно ездит на автомобиле, там, на рыбалку. Либо на охоту, на какого-нибудь ездить по траве. Вот. Тому советую защитить бока антигравийной пленки. Хотя бы самый бюджетный. Там 3-5 лет отклеил ее, выкинул. Пофигу вообще тебе на эту пленку. Но у тебя, ну, ты сохранишь ЛКП автомобиля. Вот. Что еще по ЛКП? А, с той стороны, я пока в Москве был в торговом центре. Вот такая вот небольшая беда у меня случилась. Вот. Кто-то меня ударил. Нечаянно, может, кто-то нес. И вот, вогнул немножечко стоечку. Вот. Надо будет тоже по весне, когда будем красить крышку багажника. Обязательно сделаем вот это место. Ну, а так, ребят, честно скажу. Вот. Каждый день сажусь в машину, как в новую. Очень нравится машина. Не собираюсь менять. Потому что сейчас цены, сами знаете, посмотрите, на моем канале много видосов. Про новые цены на автомобили менять. Вообще не собираюсь. Буду ездить на этой. Самое главное, значит, поменяли здесь все в двигателе. Кольца, цепь, натяжитель, вкладыши. Новый, кривошипный, шатунный стоит. Все новое. Короче, перебрали двигатель зимой. А значит, что случилось? Зимой во дворе занесло. Я выезжал первый. У меня передний привод. Я решил, как бы, пробить клею. Особо не разогнал. Особо машину не разогрел. И начал пробивать. И у меня застучали... Ну, провернул вкладыш, застучал двигатель. Вот. По большому счету, сам, наверное, виноват. Мне кажется, если бы я ее прогрел нормально, потихонечку поехал, ничего бы так и не было. До сих пор бы и ездил. Вот. Никаких задиров у меня за этот период не случилось. Катализатор я вырезал примерно на 260, не помню. Или 250 тысяч. Когда загорелся чек по катализатору. То есть, ошибка показала на катализатор. И мы вырезали катализатор. Вырезали катализатор. Значит, не стали туда устанавливать пламя-гаситель. Просто-напросто выкинули катализатор. Сдали его, поехали в Москву. Кстати, видео про то, как мы сдавали катализатор, тоже на канале. Посмотри. Вот. И перепрошили, чтобы не было чека. Тоже есть видео на канале, как мы перепрошивали. И ссылка на ребят, кто прошивает. Кстати, офигенно. Прошили, как прошил еще по весне. И до сих пор проблем никаких нет. Езжу сейчас, улыбаюсь. Чек не горит. Катализатор тоже нет. Масла жора нету после замены, после вырезки катализатора. Вот. Это самое главное. Ну, сейчас съезду и обкатал двигатель уже. Сколько пробег. Я не помню. Тысяч 20 или 15 проехал. После ремонта двигателя. Не проблем по большому счету нет никаких. Значит, от себя что могу сказать. От себя, ребят, масло. Вот эти машинки любят, когда вы заливаете по максимуму. То есть щуп. Не посередине, а по максимуму. Ну, или хотя бы между серединой и максимумом. Я наливаю по максимуму. Эти машинки любят масло. Вот. Меняйте через каждые 10 тысяч километров. Не 15, как заявляет официальный дилер. А через 10 тысяч. Не жалеете. Этот фильтр ставьте... Советую оригинал. Масляный фильтр ставьте оригинальный. А что же половину я уже записал в шапке, половину буду лысой? А где там дырка? Да хер с ней. На. Так, что еще вам рассказать? Значит, менялись передние косточки три раза. Уже вот. И после того, как я купил новые косточки и сразу сделал МТО, добавил туда синей смазки. Вот. Как поставил, до сих пор больше не менял. То есть, посмотрите на моем канале есть, как сделать косточком стабилизатором такой ТО, добавить туда смазку, чтобы они у вас в два раза больше служили. Вот. Значит, заменил передние диски уже второй раз. Вот они, новые передние диски стоят. До этого менял, ставил оригинальный. Сейчас поставил не оригинал, более бюджетный вариант. Вот. А перед этим пробовал, протачил. Ездил к токарю. Тоже есть видео на канале, посмотрите. Помогло примерно на 500 километров, а потом начало опять биение при торможении. То есть, как было, так и осталось. Решил поменять новые диски. Что еще по переду было? А остальное по переду все, в принципе, в идеале. Шаровые. А, поменяли еще пыльник шруса. Шруса. Поменяли пыльник шруса внутреннего. Тоже есть видео на канале, посмотрите. Но это мы там сами его порвали, когда двигатель вытаскивали. Так, что еще? По переду, в принципе, больше ничего не меняли. Все в идеале. Вот. Но сейчас еще попозже машинку поднимем, все вам покажу. По задним. Значит, по задней подвеске. Здесь меняли стойки. Зимой уже, наверное, меняли. Наверное, тысяч тридцать или нет, тысяч сорок назад меняли стойки задние. Стойки задние здесь подходят от Kia Sportage 3. Так что, если кто не хочет покупать оригинал, покупайте смело стойки от третьего Sportage и ставьте. Катайте себе в удовольствие. Вот. Что здесь? А, еще поставил я проставки назад под пружиной и под передней стойки проставки. И у меня вот такая машинка повыше получилась. Прибавило там порядка 2 сантиметра перед и зад. Я не помню точно. Точно у меня написано в моем видосе на канале тоже, как я устанавливал проставки. И у кого проставки, можно заказать тоже. Там все ссылки указаны. Вот. А, не держит ручник. Не держит ручник. Разбирал его, подтягивал постоянно. Там все смазал, чистил. Все теперь уже это бесполезно. Почему? Потому что стерлись колодки ручника. Ребята, ну как могут стереться колодки ручника, казалось бы? Ну, у меня стерлись. И никаких заменителей по этим колодкам не существует. Приготовьтесь, ребят. Кто захочет менять колодки, приготовьтесь ставить только оригинал. Стоят они 3 500. Я купил за 3 500. Значит, на чем мы остановились? Колодки ручника стоят 3 500. Они только в оригинале. Я заказал. И сейчас заказал, значит, задние диски. Не оригинал. Ждем диски. И ставим колодки задние ручника вместе с дисками тормозными. Ну и, конечно, сразу новые тормозные диски. Видео будет также на канале. Наверное, через пару недель. Так что все покажу вам, все расскажу. Как правильно менять, как подтягивать, как регулировать ручник. Что еще рассказать? Автозапуск. А, самое главное, ребят, установили автозапуск. Это такая вообще крутая штучка. Никогда не знал, что у нас такая будет. Ну, может, продемонстрируешь? Такая крутая штуковина. Да что ей демонстрировать? Короче, автозапуск установили. Пандора с приложением. Уже он фельдеперстый. Там все вообще показывает. Я даже могу, когда жена едет, я даже могу слушать ее. Да? Что она с подружками своими разговаривает. Короче, да, установлен даже микрофон. Могу прослушивать. Могу смотреть, где моя машина находится. Но это не самое главное. Самое главное, это автозапуск, ребят. Я каждое утро встаю в 7 утра. В 7 утра встаю, без 10.8 я выезжаю. Я себе установил время на 7.35. Она в 7.35 заводится сама. Не надо там ходить, нажимать кнопочки. Она уже сама заводится. И к без 10 она уже полностью прогрета. Офигенно вообще. Воскресенье у меня выходной. Воскресенье. То есть я время не ставил. Она стоит, машина отдыхает. Не заводится. Вообще крутая вещь. Да, ребят, почему я установил автозапуск? Потому что машину надо прогревать. У меня просто нервов не хватает. Садить в машину, греть ее, сидеть там. Я не знаю, тем более я не курю. Одно дело, выходил бы вокруг, курил бы. Но мне не хватает просто сил сидеть ее и прогревать. А это кнопочку нажал или сразу установил. Сидишь дома, кофе пьешь и ждешь, когда она тебя прогревается. Когда полностью прогрелась, поехал. Тем более в сильные морозы. Это очень классно. Второй раз движок не хочется перебирать. Чего, чего? Второй раз движок не хочется перебирать? Нет, конечно. Потому что 100 тысяч потратили. И то делали сами. На запчасти. Но ребятам, конечно, денег дал. На запчасти порядка 80 тысяч у меня ушло. Да, и 20-ку дал ребятам за помощь. И поставил автозапуск еще 20. Сколько мы отдали за него? 13 тысяч, что ли, мы отдали. Но это свой парень делал по-свойски цене. Кстати, ссылочка будет в описании. Это про Серегу. Серега это кто устанавливал сигнализацию. Всегда в нашем сервисе. Всегда в нашем сервисе можете установить тоже сигнал к Пандора. Любую. Много очень выбора. Так что обращайтесь. Так, что еще рассказать? Что еще рассказать? Ребят, ждем. Ждем Kia Sportage 2022. Видео уже есть. Там с корейских... От корейских ребят. Машина очень классная получилась. Но такие цены... Я не собираюсь покупать машину. Именно вот сейчас. Финансы не позволяют. Буду ездить вот на этой. Пары, которые ты менял, до сих пор с ними? Которые в Москве покупал. Ксеноны или что-то? В смысле с ними? До сих пор они светят. Да. Сказал? Да. Ксенон, который устанавливал. Кстати, лампочка ни одна еще до сих пор не сгорела. До сих пор ездим вообще и улыбаемся. Купил, уже давным-давно купил противотуманки. Никак не поставлю. Никак день не выберу, не поставлю. Тоже хочу запилить видос отдельный про противотуманки. Ребят, давайте машину поднимем на подъемнике. И посмотрим, что там внутри. И посмотрим, что там на днище. Особо там смотреть нечего. Но все равно интересно будет. Я думаю, вам тоже посмотреть. Итак, друзья, как и обещал, подняли машину. Посмотрим, что у нас здесь под машиной. Смотрите, сразу подходим к глушителю. Вот эти вещи, вот видите, у меня случились примерно на пробеге 10-20 тысяч. Вот и вот. И я не знаю, от чего это. На пробеге 10 тысяч. Да, вы не ослышались. И до сих пор оно так, как бы, ну, больше ничего не идет. Не знаю, почему оно так. Она не отгнивает, она просто рвет ее. Вот. Больше нигде глушак не сечет. Вот, в принципе, здесь все нормально. Значит, повторюсь, вот смотрите, поставили вот такие проставки. Вот эту вот ерунду, это просто они у меня валялись. Я решил тоже поставить. Это все фигня, знаете, как они называются? Демпферы, баферы. Это все маркетинговый ход. Не ставьте это дерьмо. Просто я поставил, они у меня валялись. Просто для себя проэкспериментировать. Вот они, стоечки. Ничего вроде не потеет, не течет. Это просто пыльник мокрый, по луже проехали. Вот. Так здесь все нормально. Вот эти косточки стабилизатора, стойки стабилизатора заднего мы ни разу не меняли. Все в идеале. Здесь с этой стороны картина такая же. Стоит проставочка. Проставки, кстати, офигенные. Машину подняли здорово. И так она прям на, как сказать, на эргономику, на езду вообще никак не повлияли. Только машина стала повыше. Вот. Ну, пошлите дальше. Что у нас тут еще есть интересного. Троса, кстати, думал, когда ручник не работал, думал, троса поменять. Посмотрел, там один трос, тоже в оригинале, что-то порядка пяти тысяч стоит. Я же не подпускаю машину, под машину ребенка. Один трос порядка пяти тысяч стоит. Так что, ну, троса мне не надо менять. Мне, оказалось, нужно поменять колодки. Значит, спереди у нас, смотрите, я установил металлическую защиту. Вот. А вот этот пыльник, он у меня весь со временем, весь разорвался. Весь. Видите, его нету. По идее, вообще, хорошо бы поставить новый, потому что грязь, влага все летит. Буду, наверное, заказывать. Да, ребят, кстати, поделитесь, ссылочка, кто заказывал, поделитесь, как его, артикулом. Вот заказать вот этот пыльник сюда. Он идет под эту металлическую защиту. Вот пыльника здесь нет, мне это не особо нравится. Косточки вот эти я уже говорил, обслужил синий смазкой. И все у меня здесь работает. Меняли, сейчас скажу, с какой стороны пыльник шрулся. Вон, с той стороны, вон он новенький. Вон он новенький у меня. До сих пор еще смазка старая осталась. Моя, которая раскидала с предыдущего. Пыльник тоже, кстати, золотой там, я не помню. Порядок трех-четырех тысяч стоит. Шаровый в идеале. Все проверялось. И несколько раз. Вот. Остальное. Стойки здесь тоже в идеале. Свои штатные. Все нормально. Ну, по двигателю нареканий никаких нет. Потому что его перебрали. Заменили, повторюсь, все вообще, что возможно. Вот. Но больше нам здесь смотреть нечего. Что там еще раз. Повторюсь, вон вырезали катализатор. Вот с этого прекрасного коллектора. И перепрошили лямбду. Лямбда вообще у нас теперь не подключена первая. Просто торчит, как дырку заглушает. И все. Так, ну что еще. Сейчас проблем с машиной вообще никаких нет. Сейчас катаемся, кайфуем в свое удовольствие. Вовремя обслуживаем. Вот новую резинку купили. Сейчас каплю сразу на летнюю резину, чтобы зимой купить. Зимой она будет дешевле. Чтобы сделать ход конем, как говорится, купить сразу резину зимой. Подготовиться к лету. Так, ну что еще сказать. Сетки у меня установлены в бампер. И вниз, и наверх. Вот, как видите. Ну, снизу больше смотреть нечего. Отпускаем машину и выезжаем с гаража. Еще немного про ГБО. Кому интересно хотел рассказать. Значит, устанавливал, платил 33 тысячи. Сразу, примерно на пробеге, я не помню, 26 тысяч. Значит, оборудование Lovato. Газовый баллон мне поставили вместо запасного колеса. Из-за этого у меня запаска ездит в багажнике. Кстати, запаски пока ни разу не воспользовался. Вот. Газовым оборудованием очень доволен. Единственное, за этот пробег. Но пробег большой, конечно. Я менял один раз форсунки. На пробеге 140 тысяч, что ли. Около того. Поменял форсунки. Там заплатил 6 тысяч. Да. Что-то там вышло из строя. Вот. Ну, меняю фильтра. Каждые примерно 20 тысяч. Хотя надо, я не знаю, наверное, пораньше менять. Но я меняю каждые 20 тысяч. Вот. Больше проблем никаких нет. Утром машину завел. Она прогрелась. И сама там примерно, когда антифриз достиг градусов 70-80, она переходит автоматически на газ. Едешь на газу и не ощущаешь. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, вообще процентов 20, наверное, мощность двигателя теряется. Но мне это, как бы, ни о чем не говорит. Потому что с такими пробегами я бы на бензине уже бы просто разорился. Про ГБО вроде все. Там рассказывать и нечего. Приехал, заправился и уехал. Дешевле. Сейчас, правда, и газ, и бензин тоже взлетел. Но, опять же, газ взлетает вместе с бензином. Так что все равно будет всегда газ актуален. Для таксистов или для таких, как я, которые много очень ездят. Про что еще рассказать? Не знаю. Диски у меня одни. Я не покупал. На лете и на зиме езду на одних дисках. Что еще? Ребят, вообще... А? Кандей ни разу не заправляли. А, кандей, кстати, да, ни разу не заправляли. Наверное, вот в следующем году, к следующему сезону, купим себе тоже такое оборудование. Будем заправлять кондиционеры. И заодно заправим. Ну, проверим, что у нас здесь. Сделаем прессовку там. И, может быть, подзаправим фреона. Следующая операция. А печка здесь огонь. А, ну, печка. Да что тут говорить? Это, само собой, здесь печка огонь. Здесь машина вообще огонь. В принципе, машина хорошая. Кто там жалуется, задиры. Это все фигня, ребят. По мне, про задиры и про катализаторы, это просто маркетинговый ход такой. Они развязали специальную такую катализаторную войну. Потому что на корейцах катализаторы дорогие. И их очень выгодно сдавать. Вот. Вот и всем навязывают, что если ты не вырежешь катализатор, у тебя будут задиры. Фигня это все. Я повторюсь, я вырезал кат на 260 тысяч. И то у меня просто, ну, была ошибка по лямбде, по катализатору. Я просто вырезал его и все, и перепрошил. И масло не жрет у меня, а? Про мошенников. Каких? Берегите свои машины. Катализаторы могут вырезать. Да, вот люди приезжали после сервисов. Вот в Рязань гоняли в сервис, в Солярис. Год назад. И неделю назад приехали к нам для того, чтобы мы вырезали катализатор. Мы снимали, снимали этот коллектор полдня. Там болты еле шли. В итоге сняли коллектор. Там катализатора вообще нету. Ну, хозяин начал вспоминать, говорит, был единственный раз. Машину отдавали на две недели на покрас там после ДТП. В Рязани. В большой автотехцентр. Там я не знаю уж какой. Вот. Так что есть мошенники. Вот от таких людей, кстати, от таких людей страдают и добросовестные сервисы. Есть такие люди, которые приезжают в сервисы, они уже боятся. Почему боятся? Потому что вот такие вот есть недоброжелатели, вот такие вот мошенники, бандиты, можно их назвать. Обманщики, которые вырезают катализаторы и сдают их. Человек привозят на, допустим, на один ремонт. Они этим воспользуются, то, что они оставляют там на несколько дней и ночью. Занимаются своими черными делишками. Вот. Ребят, будьте аккуратнее. Воруют катализаторы. Да и прямо на улице, есть видео в интернете, может кто видел, залазит под СпарТейдж третий алкаш какой-то такой, мужик. И пилит прямо в наглую этот катализатор. Хорошо, мужики поймали его, связали и ментам сдали. Вот такие вот дела с катализаторами творятся. Свой катализатор я сдал, кстати, за 15 тысяч. Кому интересно видео, посмотрите на канале есть. 15 тысяч это тоже нормальные деньги. И поменял ты, когда стекло лобовое, щетки. Щетки? А, щетки тоже меняйте после замены, да. Кстати, фирма щеток нормально, Алко называется. Они что-то там вообще дешевые, там, я не помню, сколько стоят. Недорогие хорошие щетки. Что еще скажем нашим подписчикам? А еще мы скажем нашим подписчикам, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Подпишите лайк. Для нас это очень, вообще очень-очень, что очень? Очень важно для нас. И повторюсь, у нас проходит конкурс за самый креативный, лучший комментарий, которого наберет больше лайков. Я переведу сразу на телефон. Тысячу рублей. Вот. Так что, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки. Друг другу. Подписывайтесь. Да. Пишите любые комментарии. Что вам вздумается. Понравилось, не понравилось. Что добавить для нашего канала, чтобы было интересно вам смотреть. Про что снять. Про что рассказать. Будем стараться. Будем вам выкладывать. Все, что есть. Все. Пока, ребят.